Библейский портал экзегет.ру представляет 36 глава книги Иисуса Сына Сирахова. Я читаю синодальный перевод для библейского портала Экзегет. 34-35 были посвящены отношению между Богом и человеком. Как человек приближается к Богу? Какие молитвы Господь слышит? И, казалось бы, вся эта книга, она такая домашняя, вот наставление для повседневной жизни. Но вдруг в 35-й появляется мысль о том, что народ Божий, то есть Израиль, тоже молится о справедливости, тоже молится о том, чтобы угнетателей Господь покарал. И в 36-й эта молитва звучит уже из уст самого Иисуса Сына Сирахова. Тоже хорошая такая модель, когда человек не просто наставляет, ну, условного сына, да, он обращается к молодежи, такой пожилой уже опытный человек, но когда одновременно он говорит с Богом, и, собственно, его разговор с этими молодыми парнями, и есть его разновидность его разговора с Богом. Итак, молитва. Давайте я прочитаю целиком, ее трудно разбивать для комментирования. Помилуй нас, Владыка, Божий всех, и не призрей, и наведи на все народы страх твой. Воздвигни руку твою на чужие народы, и да познают они могущество твое. Как перед ними ты вел святость твою в нас, так пред нами и величие твое в них. И да познают они тебя, как мы познали, что нет Бога, кроме тебя, Господи. Возобнови знамени и сотвори новые чудеса. Прославь руку и правую мышцу твою. Воздвигни ярость и пролей гнев. Истреби противника и уничтожь врага. Ускори время и вспомини клятву, и да возвестят о великих делах твоих. Яростью огня да будет истреблен убегающий от меча, и угнетающий народ твой да найдут погибель. Сокруши головы начальников вражеских, которые говорят, никого нет, кроме нас. Собери все колена Иаковой и садила их наследием твоим, как было сначала. Помилуй, Господи, народ, названный по имени твоему Израиля, которого ты нарек первенца. Умилосердись над городом святыни твоей, над Иерусалимом, местом покоя твоего. Наполнись он хвалой обетований твоих, и твоей славой народ твой. Даруй свидетельству тем, которые от начала были достоянием твоим, и воздвигни пророчества от имени твоего. Даруй награду надеющимся на тебя и доверуют пророкам твоим. Услышь, Господи, молитву рабов твоих по благословению Аарона о народе твоем, и познают все живущие на земле, что ты Господь, Бог веков. Ну, на первый взгляд, ничего особенного такого яркого в этой молитве нет. Помилуй нас, Господи, прославь твой народ. Израиль – это же твой народ. Иерусалим – твой святой град. Значит, мы ждем, что ты явишь свою славу. То есть нас возвеличишь. Такое много где есть. В общем-то, половина Ветхого Завета более-менее об этом. Но интересно, что с самого начала появляется другая тема, еще даже прежде этой, привычной. Воздвигни руку твою на чужие народы, и да познают они могущество твое. Да познают они тебя, как мы познали, что нет Бога, кроме тебя. Как очень часто рассуждают такие условные патриоты. Мы – хороший, правильный народ. У нас вера правильная. А эти все гады сволочи, Господи, накажи их. Господи, обрати их, говорит Иисус Сан-Серахов. Причем иудеи же рассеянные. Трудно точно датировать эту книгу, но это какой-нибудь там второй, третий века до нашей эры. Значит, они, в общем-то, живут в подчинении в Святой Земле, в Палестине, в земле Израиля. Их не так уж и много, а многие из них живут в Египте, где, в общем-то, не очень их любят. Да и в других местах то же самое. И, казалось бы, естественно, желать, чтобы эти народы были сокрушены, чтобы они склонились перед израильтянами. Нет, пусть они познают себя. И то, что мы твои, это прежде всего повод сообщить этим народам о тебе. Вот нет здесь национальной гордости, в смысле мы замечательные, мы хорошие, а не плохие. Здесь есть молитва о том, чтобы другие народы поняли, ты прекрасен, Господи. Ведь это же в каком-то смысле лишит Израиль его единственной привилегии. Чем Израиль лучше всех остальных народов? Ничем, только одним, они знают единого Бога. Если все остальные народы его познают, Израиль будет просто маленьким, не очень успешным, не самым продвинутым. Где там великая израильская цивилизация? Древний Египет, Вавилония, Греция уже возникла. Рим там на Западе начинает еще только, но уже понятно, что это могучее. А что такое Израиль? Абсолютно ничего. Кроме веры в единого Бога, ничего у них нет. И они готовы утратить свое единственное конкурентное преимущество. Единственное, за что, собственно, Израиль мы вспоминаем сегодня. Почему он сегодня существует, в отличие от Ассирии, Шумеры, Египет, конечно, существует, но это уже далеко не тот древний Египет и даже не совсем его наследники. Как интересно. То есть важно не то, кто мы, а важно, кто Бог. И, собственно, мы существуем как народ, который говорит другим народам, кто Бог. Ярко. И, ну, в каком-то смысле даже как бы немножко обидно, наверное, израильтянам вот думать, что всего лишь для этого они. Но если Бог — это все. Вот мы читали 34-е, 35-е, да, что надеющиеся на Господа не постыдиться, и многое другое было сказано, то и народа касается то же самое. Не нужно воспринимать Бога как некоторую силу, которая поможет нам, как коллективной, с такой вот общностью, победить наших врагов, добиться процветания. Очень часто так люди воспринимают Бога. А нужно войти с Ним в какие-то глубокие личные отношения. Тогда все остальное будет уже второстепенным, и оно сложится так или иначе. И вдруг неожиданно. Желудок принимает в себя всякую пищу, но пища, пища лучше. Горта не отличает пищу из дичи, так разумное сердце слова ложные. Ну, то есть какие-нибудь там перепела по сравнению с жесткой старой курицей. Слушайте, Богу человек молился и прожиратрул сразу. Как не стыдно. А вот не стыдно, потому что для Иисуса сына Сирахова жизнь — это нечто цельное. И молитву, кстати, перед едой, чем плохо. И тут же мы видим, что на столе стоит разная еда. Какие-нибудь самары, ананасы в шампанском, и гадость какая-то малосъедобная. И мы же понимаем, что это так, не нужно никому это объяснять. Так вот разумное сердце также понимает ложные слова. И когда мы говорим о молитве, это очень важный момент. То есть молиться Богу тоже же можно ложно. Тоже можно просить чего-то совершенно не того. И более того, предыдущие две главы, 34-35, много об этом говорили. Да и раньше они встречались, эти мысли, что приношение от грабежа, от притеснения бедных, оно Богу совершенно не угодно, и молитва может быть недостойна. Лукавое сердце причинит печаль, но человек многоопытный воздаст ему. Вот лукавое сердце может быть в отношении с ближним или с Богом. Женщина примет всякого мужа. Ой, не прав тут, серах, извините. Но девица-девица лучше. То есть да всякое пойдет за меня, но надо же выбрать самое хорошее. Вот с женщиной у него тяжелые отношения. И, кстати, раз женщины, ну, ладно, бывают хорошие, говорит нам серах. Красота жены веселит лицо и всего вожделения для мужа. Если есть на языке ее приветливость и кротость, то муж ее выходит из ряда сынов человеческих. То есть она его выдвигает, да, как говорится, за каждым успешным мужчиной стоит женщина. Приобретающая жену полагает начало стяжанию. Стяжание здесь нейтрально, не в смысле, он там стяжатель, корыстолюбивый какой-то. Но это его первое приобретение. Главное, даже если у него до этого все есть. Приобретает, соответственно, ему помощника, опору спокойствия его. Где нет ограда, там расхитится имение. А у кого нет жены, тот будет вздыхать, скитаясь. Ибо кто поверит вооруженному разбойнику, скитающемуся из города в город? Это холостяк вооруженный разбойник, скитающийся из города в город. Ну, а в общем-то понятно, да, то есть оседлый, женатый человек, он живет на своей земле. А холостяк, который не отказывается в радостях жизни, он разбойник, который гуляет, где придется. Так и человеку, не имеющему оседлости, останавливающемуся для ночлега там, где он запоздает. Вот, оказывается, жена нужна прежде всего для того, чтобы быть солидным и успешным. Причем здесь жена? Он только что Богу молился. Как-то это не совпадает. Почему? Вот целостное восприятие отношения человека с Богом и его отношения с ближним. А его главный ближний, кто? Его супруга. Книга, конечно, исключительно мужская. Женщинам он не говорит практически ни слова. Говорит только о женщинах, как о некой такой вот отдельной части человечества, которой нужно найти правильный подход, к чему он и учит этих самых молодых своих парней. Ну, а где жена? Там рядом и друзья. То есть вот то общество, в котором ты живешь, Бог, твоя семья, твой круг общения. Об круге общения следующая глава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok